добрый вечер добрый вечер мои дорогие у нас с вами прямой эфир плановый 8 вечера мы договаривались с вами встретиться пообщаться на тему какую все помнят какая у нас тема сегодня всем привет 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 сегодня у нас тема как похудеть на 10 килограмм ну цифру 10 килограмм это я взяла так не то чтобы с неба или откуда то просто многие хотят похудеть пишут на 10 ну и там плюс минус 2 килограмма не проблема то есть сегодня мы в целом обсуждаем как похудеть на такой значительный вес то есть там не пару килограмм скинуть к отпуску да а вот прям серьезно подойти к вопросу похудения и как похудеть помимо этого важно понимать не только как похудеть ну как похудеть правильно с точки зрения здоровья чтобы это не отразилось не на психологическом состоянии чтобы вам было комфортно на эмоционально комфортно не отразилось на здоровье на физическом здоровье когда быстро интенсивно хуже зачастую здоровье начинает подводить когда-то там давным-давно я тоже так хузела на кефирный огуречный изи есть веренина кефир на на кофейный огуречный я кефир не люблю поэтому поэтому что мы не открывается интима инстаграм не открывается сейчас буду пробовать открывать инстаграм чтобы видеть ваши вопросы пока вот сейчас смотрю читаю вопросы как похудеть после родов девочки все то же самое как и не после родов худеть все то же самое питание и тренировки открываю наш пост мой планчик да там о чем буду рассказывать и потом в конце эфира я отвечу на все ваши вопросы что-то пока немного у нас людей ждем 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 еще девочек красавиц которым нужно похудеть те кому не нужно хузеть все равно будет полезная информация сейчас о том как по крайней мере сохранить удержать результат помимо этого мы обязательно обсудим вопрос nl и гербалайф очень много сообщений в директ о том покупать не покупать пить не пить что покупать что пить что не пить поэтому сейчас мы все 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 по порядку обсудим с вами и так для того чтобы похудеть сколько не говорят сколько не пишут и блогеры и диетологи и фитнес тренеры звезды мои нужно уже понять и запомнить что действительно правильно похудеть похудеть так чтобы тело было красивым подтянутым похудеть так чтобы вам было комфортно похудеть так чтобы пропала одышка когда вы поднимаетесь на второй этаж можно только благодаря комплексу и правильному питанию и тренировкам тренировки это не значит то что вы должны сразу прийти в зал начать приседать там с большими весами работать правильное питание это не значит что нужно выбросить к чертовой матери весь холодильник да и начать есть исключительно вареную грудку такую причем более мерзкую вот такой что вот чем хуже чем не вкуснее тем типа будет диетичнее абсолютно все не так питание должно быть сгалансированным оно должно быть вкусным есть определенные принципы построения питания ну к примеру там молочные продукты перенести на первую половину дня углеводы перенести на первую половину дня но это не значит что это безвкусная грудка и безвкусная греча сухая после которой изжога абсолютный нет вкусные правильные рецепты они есть их много у меня к примеру в онлайн-студии целая база вкусных и правильных рецептов которые я сама готовила и дальше уже даю девочкам девочки сами между собой общаются у них там в переписке вот сапе у нас есть чат отдельно у нас в студии 3 чата фитнес питание и мотивация и вот в чате питания там просто трэш какой-то все друг с другом делятся рецептами советами очень вкусно очень много всего куда конечно нужно попробовать поготовить поэкспериментировать но питаться вкусно и худеть можно поэтому такие вопросы допустим как а сколько можно орехов съесть в день сколько там авокадо можно ли это можно ли то смотрите у нас есть наш рацион он состоит из калорийности вот если взять такое облако это калорийность но внутри этой калорийности еще есть распределение на белки жиры и углеводы то есть вот из всей этой области до наших калорий нам еще нужно правильно составить рацион то есть правильное количество взять белков правильное количество жиров правильные углеводов все три компонента нам нужны есть система питания где что-то исключается есть белковая диета я не сторонник ее там очень много белка это тяжело от для системы пищеварения целом тяжело плюс не очень комфортно с точки зрения вкусноты скажем так есть кита вариант кита вариант я согласна сейчас в принципе вся америка это очень модно и многие очень переходят на кето питание как я уже сказала милечка иди ко мне сюда вся америка сейчас переходит на кето рацион на кето питание сейчас все больше больше исследований показывают что это классный вообще вариант классная система питания ну и действительно кето питание что дает во первых уходит лишняя вода вся отечность уходит потому как углеводы как-никак они все-таки держат возичку первым делом уходит вода уходит вздутие раздутие живота потому что опять же вина зачастую именно углеводы в том что живот раздувает помимо этого это вкусно и психологически комфортно потому что вы едите в принципе любимые продукты сахар можно заменить на заменители сахара правильный дофит парад или стевия и питаетесь но если вы начинаете писать рассказывать о том что я вроде как на правильном питании вот сразу я тогда понимаю что это неправильное питание это все ерунда да если вы до сих пор многие пьют кефир на ночь считаю что это полезно до сих пор многие покупают имель гербалаев считая что они на правильном питании абсолютно не так правильное питание это те же продукты за исключением вредных причем чем проще чем натуральные продукты тем лучше на поддержание можно даже и ту же и картошку это я уже так пишу в постах о том что мы исключаем картофель мы исключаем морковь свеклу если они термически обработаны потому что у них высокий гликемический индекс но если так вот посудить именно кому нужно сбалансированное питание допустим поддерживать свою форму свое тело то форму которая есть сейчас можно и эти продукты в рамках ваших белков жиров углеводов и общей калорийности важно в правильном питании тоже везде об этом рассказываю постоянно три момента что вы едите в каком количестве и откуда вы берете то есть что едим сколько едим и в какое время три момента что едим должны быть правильные источники белков жиров углеводов брать белки или жиры из колбасы неправильно брать углеводы из шоколадок или булочек тоже неправильно поэтому источники питания должны быть действительно правильные должны быть качественными затем в каком количестве как я уже сказала что есть у нас калорийность это общая калорийность за день сколько можно съесть есть еще белки жиры углеводы вот их соотношение должно быть правильным то есть нельзя половину рациона взять и отдать там на углеводы еще и на быстрые либо половину рациона отдать на там жиры и к примеру да обычно как у нас белка не доедают а жиры и углеводы у нас зашкаливают у кого жиры кто любит пожирнее что у них поесть у кого углеводы это те кто любит там послаще попитаться или все вот булочки не шоколадочки конфетульчики это все вот к углеводам и третий момент в какое время есть даже если вы едите правильные продукты но не в то время то вы будете худеть но качество тела будет не очень хорошим поэтому обращаем внимание в питании на все три момента кому нужно помочь с питанием что я могу ну во первых у нас стартует скоро два марафона 12 июня у нас стартует кето марафон это для тех кто хочет попробовать кето питание кто хочет такой быстрый результат за три недели у нас ухозят там до трех пяти килограмм за три недели второй вариант это сушка сейчас еще увеличили мы срок если раньше сушка длилась у нас четыре недели сейчас 5 недель марафона стоимость осталась та же а продолжительность марафона и количество полезной информации еще увеличилась записаться можно в директ мне пишите хочу на сушку либо хочу на кето марафон и попадаете попадаете на кето или на просушку в чем разница просушка мы интенсивно хужеем за счет того что мы убираем углеводы не переживайте питание очень вкусная калорийность мы не снижаем в ноль все равно у нас много калорий вы всегда сыты и при этом вы интенсивно быстро хужеете это именно что касаемо кето марафона и на том и на том есть тренировки для зал и для дома и чат и и поддержка и мое общение все есть просушка это другой формат просушка построена на методике подготовки спортсменок как мы сушимся как мы сушились то есть там постепенно меняется рацион для каждой недели есть свои подборки рецептов свои готовые рационы голодать тоже не будете будете кушать сытно и самое классное что там что там когда вы заканчиваете у вас нет желания поесть всякого г то есть вы уже во первых с одной стороны привыкаете к правильному питанию с другой стороны для вас уже кайфово просто там творога вкусного поесть там с ягодами ну и что такое из пп приготовить поэтому о том что там набираются после килограммы и речи быть не может и так как худеть как я уже сказала первое это правильное питание второе это тренировки не обязательно даже тренажерный зал конечно же если вы можете посещать тренажерный зал если у вас есть возможность правильно поставить технику если у вас есть возможность тренироваться по правильным грамотным программам тренировок это будет эффективнее но и дома похудеть можно дома нельзя накачать ягодицы или мышцы. То есть нельзя увеличить объем мышечной массы. Дома мы можем укрепить мышцы тела. Дома мы можем похудеть. Это с легкостью. У мамочки молодые, которые тоже хотят похудеть, пожалуйста, дома с малышом, пока он спит, вы можете тоже выполнять несложные упражнения. Самое главное регулярно их делать. Делать на правильной интенсивности. Совмещаясь с правильным питанием, вы довольно быстро придете в форму. Но если вы, как мне некоторые пишите, а вот и дома если делать пресс 15 повторений и вот махи ногами, не поняла даже в какую сторону, сколько нужно сделать упражнений, чтобы получить эффект. Друзья, не получите вы так эффект. Тренировки должны быть регулярными. То есть минимум 3-4 тренировки в неделю, даже если вы дома тренируетесь, должны быть. Помимо этого, эти тренировки должны быть грамотные. Они должны грамотно быть выстроены. Какое упражнение в начале, какое в конце, сколько всего упражнений, сколько повторений, сколько отдых. Это все не просто так придумывается. То есть все эти моменты и количество повторений, количество отдых, последовательность упражнений, это все придумано не просто так. То есть если тренировки построены неграмотно, результаты будут ниже, результаты будут хуже. Помимо этого, не забываем про кардио. Для похудения кардио просто необходимо. После тренировки кардио мы как делаем? Три варианта, как мы делаем кардио. Либо это утром натощак. Хороший вариант, но неподготовленным не рекомендую сделать. И если делать утром натощак, то обязательно либо после порции БЦА, либо хотя бы пару яичных белков нужно скушать для того, чтобы не рушились мышцы, потому что высокий уровень кортизола у нас гормона с утра. Помимо этого, недостаток питательных веществ. Ночью мы спали, ничего не ели, хотя есть те, кто и ночью подгидает, я знаю. Ну вот, и... Надо контролировать, где Милена Алексеевна у меня тусуется. Поэтому, чтобы мышцы не разрушались, нужно пару яичных белков, а лучше порцию БЦА перед утренним кардио. Утром кардио достаточно 30-40 минут. Второй вариант кардио, когда можно делать после тренировок. После тренировки вы пошли и сделали кардио. Опять же, от 30-40 минут, ну и до 60-40 минут. Если вы делаете кардио отдельной тренировкой, то есть не после силы, не утром натощак, то 40-60 минут обязательно нужно делать. Почему? Потому что первые минут 30 организм тратит запасы гликогена, который у нас находится в мышцах. Жир еще не горит. То есть вам нужно его, сначала вот это топливо в мышцах кладовых сжечь, а после этого уже можно работать именно на жиросжигание. утром почему сразу, можно там 30-40 минут, потому что за ночь у нас уже там запасы гликогена потратились, они не пополнялись, вы не кушали. Почему после силовой тренировки достаточно 30 минут? Да потому что вы на силовой уже сожгли в принципе много гликогена, и уже дальше вы на кардио, когда идете, у вас сразу начинается процесс жиросжигания. Если же вы делаете отдельно кардио, в таком случае вам сначала нужно потратить гликоген из мышц, и потом уже организм начнет рушить клеточки жировые и брать энергию оттуда. С этим, я думаю, все понятно. По кардио важны два момента. Первый – это продолжительность, как долго вы делаете кардио. Второй момент – это пульс. Пульс – зона жиросжигания. Как его рассчитать? Вы рассчитываете по формуле. Сейчас можно взять ручки записать. 220 минус возраст – это примерный максимальный пульс, получается. Ну, то есть, если взять 220 минус возраст алифтины, минус 31, получается, сейчас скажу, 189, если я не ошибаюсь. Быстро считать, это не мое, но я стараюсь. Так вот, и дальше вы берете две зоны. Умножаем на 0,75, это верхний предел, на 0,65 – это нижний предел. И вот это примерно и есть зона жиросжигания. Если вы работаете на пульсе ниже, то это такое, как бы, общее восстановление и укрепление организма. Если вы работаете на пульсе выше, это больше развитие выносливости, чем жиросжигание. Жиросжигание считается, что вот самый эффективный изод примерно вот в этой пульсовой зоне. Понятно, для того, чтобы было кардиоэффективным, время и пульс. И неважно, на чем вы делаете его. На велотренажере, на беговой дорожке, на там скакалке. Скакалка, кстати, очень крутая вещь. Вообще не имеет значения. Вы, самое главное, что контролируете, это пульс и продолжительность. Единственный момент по поводу скакалки и бега, скажу, у кого больные колени, суставы, у кого больная спина, и у кого есть лишний вес более 10-15 килограмм, не рекомендую ни скакалку, ни бег, и вообще все прыжки вам не рекомендованы. Лучше обойтись без них. Есть множество альтернатив. Вот они, три основных кита. Тренировки, правильное питание и кардио. Что по поводу Герболайф и Энель? Вот сейчас перед эфиром специально гуглила сайт Герболайфа и хотела посмотреть составы. Составов на сайте нет. Есть продукт, красивая картинка, есть красивое описание, что столько там витамина, столько всего, а состава нет. Но, друзья, если вы загуглите в интернете просто Герболайф состав фото, то есть не их сайт, а просто фотографии, продукции, и загляните в составы, то там фруктоза, сахар, крахмал и куча всяческих консервантов, красителей, ароматизаторов, это уже, ладно, пятая отдела. Но, поверьте мне, что Энель, что Герболайф, качество и составы этих продуктов ценам вообще не соответствуют. То есть, если вы действительно хотите худеть, ау, кто тут на меня напал? Я боюсь всех зверей этих. Если вы действительно хотите худеть, гораздо проще и правильнее покупать просто натуральные продукты. Покупайте яйца, покупайте творог, покупайте зелень, овощи, покупайте рыбу, мясо. Ну, за исключением жирной свинины, ее мы только на кето едим. Да, жирные продукты только кето. На классическом правильном ПП мы стараемся животные жиры снижать. Вот. И такое питание выйдет гораздо более бюджетным, во-первых. Во-вторых, гораздо более полезным. Если у кого-то есть вопросы по НЛ, по Герболайфу, по составу, вы можете мне в директ прислать, Левсина, что скажешь по составу, я вам подскажу, стоит брать продукт или не стоит. Милена, Миля, иди сюда ко мне. Милечка, сейчас кто-то звездюлей получит. Иди сюда ко мне. Иди сюда. Зараза какая, ну вообще, ну, хулиганье. Ладно, сейчас после эфира кто-то получит лилей. По Герболайфу, НЛ, я думаю, понятно. Теперь, стоит ли использовать таблетки и жиросжигатели? здесь разные варианты есть. Есть таблетки, которые, есть таблетки, которые снижают аппетит. Есть таблетки, которые, типа, блокируют калории. Есть таблетки, которые, что у нас еще делают, там, тупо мочегонные. То есть, я против всех. Алевтина голосует против всех. Объясню. Мочегонные таблетки, это типа, когда вы там за три дня худеете на 4 килограмма, да, у вас появляется такая тишнота, головокружение, это просто потому, что водичка слилась. Вы в туалет побольше раз ходили, и все. А потом, через, в течение, там, следующих нескольких дней, у вас все это возвращается, и вот он, весь смысл таблеток. По здоровью удар был, а результатов ноль. Второй момент. Блокаторы калорий. Есть таблетки, которые блокируют, то есть, есть таблетки, которые блокируют жиры, есть таблетки, которые блокируют углеводы, и как бы вы их типа съели, но эти таблетки, там, все эти молекулки связали и просто в туалет вывели, то есть, они нигде не усвоились, ничего. Но это серьезный удар по пищеварительной системе, поэтому я не рекомендую, тем более, что в любом случае, вы не сможете, эти таблетки есть постоянно. Если вы там разово куда-то на праздник пошли, вот этих таблеток наелись и там от души оттянулись, ну ладно, еще там помучились потом с животом дня три и как бы ничего. Но если вы постоянно переедаете, то таблетки вам не помогут. Проблемы с пищеварением будут, а вес будет продолжать расти, потому что таких простых методов, как закинуться таблетками и похудеть без тренировок и правильного питания, такого не бывает. Диетические продукты джема 0, продукты на сахарозаменителях. Я не против, то есть, есть продукты, просто везде нужно смотреть составы, девочки. Составы далеко не всегда классные. То есть, вы когда что-то покупаете, переворачиваете продукт и заглядываете в состав. Если там сахар, фруктоза, шоколад, а еще бывает там, типа, натуральный шоколад, дальше читаешь состав шоколада, там тот же сахар и вся вот эта вот ерунда. Не нужно это брать. Вот это вот джемы 0, по-моему, у них хороший состав, но я сейчас точно не скажу, опять же, нужно смотреть. Более или менее у бумбаров состав, я вот недавно попробовала их печеньки, но, честно говоря, они мне по вкусу не очень понравились, они зверски сладкие и как бы не очень. Есть печеньки и повкуснее. А так, да, есть продукты, но читаем составы. Помимо этого, есть мороженое, кстати, вкусное. Я вот регулярно, ой, беру патейновое в мороженое, прольте тоже. Кому нужно, кто в Питере, могу дать контакты, там со скидочкой, вам привезут это мороженое. Но всегда читаем составы. Как отношусь к алькорнитину? Прекрасно. Если его правильно применять, правильно употреблять, это хорошая добавка. Но алькорнитин, это что? По сути, это не жиросжигатель. Это такое вещество, оно, в принципе, вырабатывается и у нас в организме, просто в небольших количествах. Если мы его применяем извне, помогает. Помогает в чем? Когда мы занимаемся, тренируемся, у нас организм начинает разрушать жировые клеточки на жирные кислоты. И алькорнитин помогает вот эти вот клеточки взять, молекулки, вернее, жира, и быстренько-быстренько добавить в мышцы, там, где эти молекулы жира, их сожгут, организм их использует именно на энергию. Если алькорнитина маловато, недостаточно бывает, что просто не до конца хорошо, не очень хорошо работает транспортная функция. И вот эти разрушенные клеточки жира, вернее, жирные кислоты, некому просто доставить мышцы, они не сжигаются там. Поэтому алькорнитин, если вы применяете, употребляете, пожалуйста, перед кардио, лучший вариант применения алькорнитина. Что дальше? А, про таблетки я еще не закончила. То есть я рассказала, что про блокаторы калорий, я рассказала про мочегонные и про те, которые, значит, у нас аппетит снижают. Тоже это ненормально. Снижение аппетита, это что? Это низкокалорийная диета получается. То есть вы, кто-то там силой воли снижает себе аппетит и не ест, кто-то таблетками снижает себе аппетит и не ест. И тот, и тот вариант нам не подходит. Почему? Потому что после таких диет, после того, как вы неправильно питались, просто мало ели... Миля, иди сюда. Иди ко мне сюда. Если вы неправильно питались, просто мало ели, в таком случае у вас замедляется обмен веществ. Как только вы прекращаете пить таблетки, как только вы там начинаете опять есть, как ели, как обычно, все возвращается на свои места. А возвращается не просто так, а возвращается еще и с хорошим таким плюсом. То есть 5 кг скинули, 7-10 вы точно наберете. Почему? Обмен веществ снижается. Смотрите, если раньше, допустим, ваш организм на просто базовые потребности посмотреть, походить, вздохнуть, поесть и так далее, потратил, допустим, там, 1400 калорий, ну, плюс там какая-то физическая активность, то когда вы его морете голодом, едите там на 900, на 1000 калорий, что происходит? Организм, ого-го, тяжелые времена, надо экономить энергию. Это примерно то же самое, как у нас там с зарплатой. Тяжелые времена, сразу мы начинаем, переходим в режим экономии, и организм точно так же поступает. Он переходит в режим экономии, и все, дальше вы начинаете есть, как ели, закончили диету или закончили курс своих таблеток. Вы возвращаетесь в обычный режим, и если раньше у вас организм тратил 1500 калорий, сейчас он, допустим, там тратит 1100, 1000, и все лишнее, вся лишняя калорийность, она начинает откладываться про запас. А про запас она откладывается еще и так более усиленно, за счет того, что организм переживает, что вы скоро его опять заставите в таких условиях жить. Поэтому низкокалорийные диеты очень не рекомендую. Питание ниже... О, господи, лягушка. Додача, это просто трэш. Питание ниже 1200 калорий я не рекомендую. И, соответственно, таблетки, которые снижают аппетит, я не рекомендую. Вы должны кушать хорошо, правильно, вкусно. У меня на курсах все переживают, ну, в большинстве случаев, что наоборот, не съесть столько. Как это столько можно съесть? Когда мы начинаем питаться правильно, чувство голода, оно уходит. Особенно это замечают, конечно же, на кето-диете. У меня собака на... на лягушку охотится. Вообще такая жесть. Самое главное, чтобы она сюда не прыгнула. Нет, друзья, мышку мы еще не поймали. То есть, муж ее пожалел, не смог ее долбануть шваброй, поэтому мышка у нас где-то там живет. Мышеловки мы поставили, но в эту ночью мышка все, она залегла на дно и не выходит, не показывается. Поэтому пока... Ну, мышка вообще трудяга. Мы нашли... Она столько корма мильного натаскала, просто кучу. А кошку я не могу пригласить. У меня у собаки аллергия на кошек. Она начинает нервничать и переживать. Поэтому мы пока живем с мышкой и без кошки. Итак, вернемся к теме. Лично мы поговорили, поржали. Теперь дальше. Как сохранить результат? Если вы не используете таблетки, если вы не используете низкокалорийные диеты, если вы выстроили питание и тренировки, то результат сохранится навсегда. Он никогда не уйдет никуда. Почему? Если вы правильно питаетесь, даже если где-то что-то нарушили, в отпуск поехали, к друзьям там в гости приехали, еще что-то, вы, во-первых, интуитивно начинаете выбирать правильное питание, то есть вечером там приехали в гости застолье. Вы интуитивно уже... Алкоголь, вы возьмете сухое вино вместо ликера. Если еда, вы выберете просто мясо, не будете есть что-то там мучное, пиццу и так далее. Откажетесь от картошки и других гарниров. Салаты не майонезные, а свежих овощей возьмете. И это уже пойдет на таком, на интуитивном уровне. Это не будет как-то прям тяжело даваться. Это будет нормально, комфортно. Для этого нужно выстроить для себя правильное питание, комфортное, о чем я всегда говорю. То есть вам должно быть вкусно. Вы должны кушать любимые продукты. Если вы не любите грудку, допустим, если вы не любите в целом там курицу, индейку, пожалуйста, ешьте говядину, ешьте рыбу. Не любите рыбу, ешьте мясо. Без проблем. Но рацион должен вкусным быть. Не любите гречку, как я, не надо ее есть давиться. Есть черный рис, есть овсянка, есть там кинуа, булгур, еще куча всего. То есть нужно найти свой рацион, те продукты, которые вы любите. Я вот обожаю гречневые хлебцы. С яйцом, с авокадо я их ем, на завтрак, на обед ем, с чаем, с кофе. Очень вкусно. Добрый вечер. Сейчас скажу про соки. Хороший вопрос. Поэтому вы рацион должны строить себе просто вкусный. И тогда у вас точно вес не вернется. Вы будете жить на правильном питании, не как на диете, а как просто на нормальном таком питании. Вам в голову не придет вечером бутербродов, на треск от сады. И в целом и голода такого не будет. Чем заменить соки на шашлыках? Вкусненького хочется. Отличный вопрос, звездочки мои. Но, во-первых, что можно? Я делаю лимонады. То есть это обычная либо вода, либо минералка. С газом, конечно, не очень хорошо, но, тем не менее, это можно, это лучше явно всех этих пакетированных соков. Делаю лимонад, беру минералочку, беру лед. Можно туда сделать мяту, допустим, дольки лимона и заменитель сахара фитпарад. Получается такой классный коктейль. Можно с ягодами сделать. Конечно, мы стараемся фрукты вечером не есть. Но, если вы там на 2 литра минеральной водички, там 100 грамм ягод, ничего страшного не случится. Что еще? Можно морс сварить себе. Но важно здесь, опять же, варить его без сахара. Побольше водички, поменьше ягод. И в конце уже, когда сварили, чтобы термической обработке особенно не поддавался, заменитель сахара, ни к чему это, просто в конце уже подсластить. Могут быть чаи вкусные. Сейчас же огромный выбор чаев. Вы можете сделать их в горячем варианте, можете в холодном остудить. Да, сделали себе там 2 литра чая ароматного какого-нибудь. Я очень люблю мяту, я люблю лимон, все цитрусовые. Я люблю, что еще? Ну, в принципе, а, бергамот я люблю. Ну, всех разного. Кто-то жасмин любит, кто-то там красные чаи. Сейчас вообще просто выбор чая потрясающий. Что еще? Ну, в крайнем случае, можно кола зиро. Конечно, с точки зрения здоровья это не очень хорошо. Я вообще не должна вам такого говорить, но мы уж так по-своему, по-свойски будем разговаривать. Иногда можно и кола зиро взять. По крайней мере, там нет сахара, для здоровья не очень хорошо, но с точки зрения фигуры ничего страшного. Отличный вопрос. Что лучше вечером есть, кроме мяса, рыбы и творога? Ну, для начала творог векунду. Для начала творог вечером есть не стоит, потому что, я говорила об этом, у нас молочные продукты поднимают уровень инсулина, инсулин снижает уровень гормона роста, который как раз таки вечером в основном вырабатывается, и у нас тормозится процесс жиросжигания. Молочку на ночь убираем, не стоит. Что можно съесть вечером? Это белок и овощи. Что за белок будет? Это могут быть яйца, это могут быть крабы, кальмары, морепродукты, рыба, грудка, говядина нежирная. Что хотите? Единственное, грудку говядину я рекомендую вечером делать в виде котлет. Единственное, фарш мы делаем самостоятельно, не покупаем, потому как не знаем, что там внутри. А вот самостоятельно сделали фарш, можно сделать котлеты, там что еще, фрикадельки можно сделать, как это, не макароны по-флотски, а когда фары жарят, там с капустой, к примеру. Ну, то есть, что вашей душеньке угодно, хоть шашлык вечером едите, ешьте. И на гарнир у нас овощи, либо тушеные, либо свежие. Свежие лучше, но тушеные тоже могут быть. Единственное, мы не едим, помним картофель и стараемся не есть термически обработанные свеклы и морковь. Все остальное, пожалуйста. И что тут еще про мюсли и гранолу. Можно делать мюсли самостоятельно. Если вы, опять же, почитаете состав мюсли. Даже если там огромными буквами написано фитнес, продукт, диета, похудение, и там еще минус 10 кг за два дня, не верим. Сначала мы всегда считаем составы. Все маркетинговые фишечки и темы, они ничего не стоят, ничего не значат. Если в составе у нас сахар, мед, кстати, да, если вы худеете, то мед тоже нежелателен. А мы сейчас говорим именно о правильном питании не с точки зрения там просто здоровья, да, а мы хотим похудеть. У нас тема эфира похудеть на 10 кг. Поэтому нам лишние вот эти продукты типа меда, сахара, фруктозы тоже, это все не нужно. Я не видела, честно говоря, ни одной ни гранолы, ни мюсли, которые были бы с хорошим составом. Но по сути мюсли это что? Это та же овсянка. Туда добавляете орешки, туда добавляете сушеные ягоды и, пожалуйста, вам мюсли послаще хотите, чуть-чуть фитпарада добавили или стевии. Вот и вся проблема. То есть не нужно покупать дорогущие там вот эти вот мюсли, идеальный завтрак. Делайте идеальный завтрак самостоятельно. Это выйдет дешевле и правильнее. Что еще? Не сказала про жиросжигатели. О таблетках поговорили, про жиросжигатели не сказала. Ну и карнитин, как я уже говорила, не жиросжигатели и в принципе его можно включать. Он хорошо работает. Мы его включаем перед кардио. Что касаемо остальных жиросжигателей, девочки, конечно, они могут ускорить процесс. Но если вы не будете правильно питаться и тренироваться, ничего не случится. Не сработают жиросжигатели, результата не будет. Поэтому есть ли в них смысл, если вы все равно должны перейти на правильное питание и тренировки и результаты будут и от правильного питания и тренировок, жиросжигатели просто очень сильно влияют на нервную систему. Начинается там головокружение, тошнота, начинается такое нервное состояние, раздраженное, сдерганное, сердечко стучит. Ну как бы оно нужно, я считаю, что не нужно. Кому сильно нужно чуть быстрее похудеть там за месяц не на 3 килограмма, на 3,5 или там не на 4, а на 4,5, то можно. А так я не вижу смысла, и у меня все все результаты, которые я выкладываю, никто у меня жиросжигатели не пьет. То есть у нас и спортивного питания, которое я рекомендую, в основном это название жиросжигателей, их куча, самый популярный липы 6. А так вы приходите в спортивный магазин, и там целый ряд этих жиросжигателей, выбирайте любой. Я из тех жиросжигатель, вернее, господи, из тех продуктов, которые я всем даю, это Омега, это BCAA, протеин не всем, там больше по желанию, кому вкусненького хочется. Л-карнитин не всем, но иногда бывает рекомендую, так что BCAA, Омега-3, Л-карнитин бывает, креатин некоторым, ну и из основного все, а, периодически 5HTP, тоже хорошая добавка, многим она нужна. Так вот, как сохранить результат, главный залог сохранения результата, это если вы сделаете правильное питание и тренировки своим образом жизни, то есть для вас будет нормой тренироваться 3 раза в неделю хотя бы, для вас будет нормой правильно питаться, не потому, что вы и себя мучаете, а потому, что вы так привыкли, вам так комфортно, вы как утром встаете, зубы почистите так же с мыслями о том, что это в порядке вещей, едете на тренировку, занимаетесь, в порядке вещей, питаетесь, то есть если раньше пельмени, наверное, с вечером было нормой, то сейчас норма это съесть там, к примеру, омлет с морепродуктами и тарелку салата. Вот и все, и тогда у вас результат сохранится на веки вечные, вы будете все стройнее и стройнее, моложе и моложе. Кстати, замечали, да, вот кто худеет, убирает лишнее, 10 килограмм минус 5 лет точно. очень молодеют девочки. И теперь о скорости похудения. Что я думаю о массаже в борьбе с жирочком? Массаж хорош для того, чтобы улучшить качество кожи, особенно кто худеет, особенно кто худеет, кстати, на 10 килограмм тоже для того, чтобы качество кожи было хорошее. Для того, чтобы убрать целлюлит, неровности, хороший ручной массаж вам пойдет на пользу. Если же вы пришли на массаж, сделали, потом пошли поели плюшек, пончиков и легли спокойненько у телевизора, ничего не сработает, не получится. То есть именно же разжигание он не даст, но он поможет ускорить процессы, он поможет ускорить лимфоток, кровоток и качество тела улучшится. Обертывания, так же как массажи, помогают улучшить качество тела, состояние кожи. Именно похудеть, не соблюдая правильное питание и тренировки, нереально. Маринованных продуктов, кальмары, креветки. я не сторонник любых маринадов, любых консервов, потому что даже если написано тунец натуральный, ну не может натуральный тунец пролежать там сколько срок годности хранения, там два года, но не бывает такого, явно там есть что-то. Вот, поэтому я больше сторонник прямо вот натуральных продуктов, но естественно периодически бывает, что я тоже балуюсь какими-то и консервами, и в маринадах, в каких-то там морепродукты. Я периодически себя балую морковкой по-корейски, что тоже там не очень хорошо, если посмотреть в составе есть сахар и все. Нужно просто понимать степень ответственности. Если вы хотите в ближайшее время прям интенсивно быстро похудеть, то питание должно быть максимально чистым и строгим. Если вы так по чуть-чуть похудеете или просто поддерживаете форму, то, конечно, такие допущения какие-то могут быть. Расскажите про кардио. Так, друзья, про кардио я рассказывала в начале эфира, я эфир обязательно сохраню, вы сможете его пересмотреть, потому что я говорила о том, какая интенсивность, какой пульс должен быть, и о том, как долго делать его, и в какое время делать. Поэтому я сейчас не буду уже повторяться. У нас времени осталось немного, я уже 45 минут ля-ля-ля, 3 рубля. И сейчас мы закончим уже с тем, какая скорость похудения должна быть, и как можно быстро потерять 10 килограмм. Ну, по поводу быстро потерять 10 килограмм можно, но это по-любому будет слив воды, и это будет большой удар по организму. То есть есть девочки, которые там буквально за 2-3 недели 10 килограмм теряют, но качество кожи становится сразу нехороше, все обвисает, почему? Потому что организм кожи не успевает за похудением, вы сдулись, а кожа сразу повисла, она, ну, ей не успеть. Во-вторых, при таком интенсивном похудении есть явный недостаток белков, жиров, углеводов. Что это дает впоследствии? Это дает впоследствии, опять же, низкое качество кожи. Хуже становится ее эластичность, хуже становится ее состояние, поэтому выглядит это все не очень хорошо. Мышцы, если мы хужеем быстро, то они сыпятся в первую очередь. То есть, когда происходит интенсивное похудение, крайне быстро, неадекватно быстро, скажем так, что уходит? Первое, сливается вода, второе, начинают гореть мышцы, то есть, вы теряете не жир, а мышцы, отсюда и появляются у нас жирные худышки, про которых я тоже рассказываю. Девочки худенькие, весят мало, а жира, если защип сделать, такой слой нормальный, это что значит? Они похудели за счет того, что у них уменьшился объем именно мышечной массы, а если уменьшается у нас объем мышечной массы, то у нас нет красивых форм, у нас нет здоровья, энергии, и у нас снижается обмен веществ, поэтому я не рекомендую худеть быстро. какая норма похудения? В целом норма это где-то 500-700 грамм в неделю. Но нужно понимать, все зависит от того, сколько у вас лишнего. Если у вас там пару килограмм лишнего, или там как мне пишут, девочка рост 170, весит 63 килограмма, хочет убрать 10 килограмм. Куда? Вот куда? То есть по сути, при росте 170 вес, если это не спортсмена, просто обычный человек должен быть где-то ну около 60, ну ладно еще 58, ну там не 52, не 53 точно. Поэтому если у вас нет много лишнего, то естественно и вес будет уходить плавно. То есть первые там полтора-два килограмма уйдут быстро, а остальное будет уходить медленно. Если же у вас много лишнего, там 15-20 килограмм, то прогресс может быть и быстрее. То есть вы можете терять в неделю не 500-700, а там на 700-900 грамм. Но девочки, когда вы мне пишите там я хочу 10 килограмм за 2 месяца, то есть ну это сколько, 8-9 недель, ну десятку многовато, многовато. А есть те, которые вообще за месяц хотят 10 килограмм? Не бывает так. 10 килограмм по опыту могу сказать это где-то ну ну хотя бы 10-12 недель. Вот это будет комфортно, это ну реально вполне это комфортно, для организма хорошо, все успевает, и вы не голодаете, вы в нормальном режиме худеете. Самое главное, что потом нет острого желания, когда вы там сбросили пойти пожрать, потому что вы голодали 3 месяца. Вы прекрасно себя чувствуете, полны энергии, вдохновлены результатами, и все у вас замечательно, и вы сохраните свой результат навсегда. Так что приглашаю сегодня последний день, когда у меня в онлайн студии есть доступ к что я тут прям прочитала комментарии, мне приятно стало, я сразу в мыслях потерялась, хоть один здравомыслящий человек фитнес индустрии. Спасибо большое, мои дорогие. Милена поймала всех лягушек, пришла ко мне. Итак, сегодня последний день акции 100 дней лета. Что за акция? Это акция участия в моей онлайн студии. В онлайн студии я контролирую ваши результаты, я индивидуально даю программы тренировок, даю программы питания, контролирую результат по-разному, в зависимости от пакета. У нас есть пакет минимум, есть стандарт, есть максимум. Минимум я контролирую результат раз в 4 недели и даю новые рекомендации, новую программу тренировок, новые рекомендации по питанию. Программу тренировок, естественно, подбираю индивидуально, кому для дома, кому для зала, в зависимости от уровня подготовки, от цели. У меня есть кто набирает, кто худеет, кто худеет дома, кто худеет после рождения ребеночка. Все я подбираю индивидуально, поэтому никаких вопросов, проблем здесь нет. Кстати, у кого тоже больные спины, колени, так же работаем, просто выбираем правильные упражнения. Помимо этого разбираем технику. Когда я даю программы, там каждое упражнение, это есть ссылочка на название упражнения. Во-первых, это удобно в приложении мобильном, вы открываете программу, каждое упражнение, это ссылочка на видео, где на видео я, собственной персоной, показываю, как делать это упражнение, и есть еще комментарии, расписаны по технике. По питанию у нас там готовые рационы, я говорю обязательно, какая калорийность, сколько белков, жиров, углеводов вы должны кушать. Помимо этого есть огромный выбор уже готовых рационов, с одной стороны, с другой стороны рецептов правильного питания, и вкусненького, и сладенького, и выпечки, и основных блюд, все там есть. Так вот, пакет минимум. Также получает программы тренировок, питание, и полный доступ к нашим чатам. У нас три чата. Чат фитнес-мотивация, питание и... А, фитнес-мотивация и питание. Три чата. Это, кстати, очень важно тоже, когда девочки начинают общаться, поддерживать друг друга. Это нереально помогает. Вот кто у меня был в студии, действительно, намного легче работать, намного легче не срываться, перестраивать свою жизнь, перестраивать свой... Ну, действительно, образ жизни, включать в него тренировки, включать питание, перестраивать полностью, пересматривать. Это круто, это важно. Когда тебя, вот, поддерживают единомышленники, вместе с тобой идут по этому пути. Пакет стандарт. Я контролирую результаты раз в две недели. Плюс у пакета стандарт есть доступ к урокам. Каждую неделю новый урок, где вы учитесь самостоятельно строить свой рацион, проходите технику упражнений, все-все-все по полочкам раскладываете. И пакет максимум, где я на связи вообще 24 на 7 на все вопросы отвечаю. Контролирую результат каждую неделю. И раз в 4 недели индивидуально мы консультируемся, созваниваемся и общаемся. Кому-то повышаем мотивацию, с кем-то мы разговариваем на тему техники упражнений. Ну, у каждого свое. Поэтому сегодня последний день, когда вы можете приобрести 3 месяца участия по любому из пакетов, оплатив только 2. Так у нас получается пакет минимум, стоимость его 1900, по акции 3800 за 3 месяца. Друзья, получается вот сегодня 6 июня, до 6 сентября вы будете со мной заниматься за 3800. Ну, вообще смешные цены. Стандарт пакет, получается стоимость одного месяца 2700, 3 месяца 5400. 3 месяца за 5400. Где вы еще найдете такого тренера? И пакет максимум 8800 за 3 месяца. 4400 один месяц стоит, 8800 три месяца. Сегодня последний день, кому нужно, пишите мне в директ. Хочу 100 дней лета, жду заявочки. Вот, буквально сегодня я скоро спать. Сейчас уже 9 у меня. Через часа 2 я уже спать ложусь. Поэтому на этом все. И еще что не сказала. Сейчас еще пробегусь глазками по вашим вопросам, которые были под последним постом. И обязательно сейчас в сторисы еще позаписываю, расскажу, кто тут какой вопрос мне задавал. Если что-то я вдруг упустила и в прямом эфире не рассказала, то я там обязательно расскажу. Ну а если вам мой эфир понравился, мне в директ или в комментариях напишите. Алифтина, классный эфир. Все, друзья, пока-пока.